Это сказка «Русская народная» без авторства. Летучий корабль. Вот однажды дошла до той деревни весть. Кто построит царю такой корабль, чтоб и по морям ходил, и под облаками летал, за того царь свою дочку выдаст. Решили старшие братья счастье попытать. Отпустите нас, батюшка и матушка, авось, который-нибудь из нас царским зятем станет. Снарядила мать старших сыновей, напекла им в дорогу пирогов белых, нажарила-наварила курятины, догусятины. Ступайте, сыночки. Отправились братья в лес. Стали деревья рубить, допилить. Много нарубили, напилили. А что дальше делать, не знают. Стали они спорить, добраница. Того и гляди, друг дружке волосы вцепятся. Подошел тут к ним старичок и спрашивает. Из-за чего у вас, молодцы, спор да брань? Может, и я вам какое слово на пользу скажу? Но накинулись оба брата на старичка, слушать его не стали, нехорошими словами обругали и прочь прогнали. Ушел старичок. Поругались еще братья, съели все свои припасы, что им мать дала, и возвратились домой ни с чем. Как пришли они, начал проситься младший. Отпустите теперь меня. Стали мать и отец отговаривать его да удерживать. Куда тебе, дурню, волки по дороге съедят? А дурень, знай, свое твердит. Отпустите, пойду, и не отпустите, пойду. Видит мать и отец, никак с ним не сладишь. Дали ему на дорогу краюху черного хлеба и выпроводили вон из дому. Взял дурень с собой топор и отправился в лес. Ходил, ходил по лесу и высмотрел высокую сосну. Верхушкой в облака эта сосна упирается. Обхватить ее в пору только троим. Срубил он сосну, стал ее от сучьев очищать. Тут подошел к нему старичок. Здравствуй, дитятка. Здравствуй, дедушка. Что это, дитятка, ты делаешь? И на что такое большое дерево срубил? А вот, дедушка, царь обещал выдать свою дочку за того, кто ему летучий корабль построит. Я и строю. Разве ты можешь такой корабль смастерить? Это дело мудреное. Пожалуй, не сладишь. Мудреное, не мудреное? А попытаться надо. Глядишь и слажу. Вот и ты, кстати, пришел. Старые люди бывалые, сведущие. Может, ты мне что и присоветуешь? Старичок говорит. Ну, коли просишь совет тебе подать, слушай. Возьми-ка ты свой топор и отеши эту сосну с боков. Вот эдак. И показал, как надо обтесывать. Послушался дурень старичка. Обтесал сосну так, как он показывал. Обтесывает он, диву дается. Топор так сам и ходит. Так и ходит. Теперь, говорит старичок, обделывай сосну с концов. Вот так и вот эдак. Дурень старичковы слова мимо ушей не пропускает. Как старичок показывает, так он и делает. Закончил он работу. Старичок похвалил его и говорит. Ну, теперь не грех передохнуть, да закусить малость. Эх, дедушка, говорит дурень, для меня-то еда найдется. Вот это краюха. А тебя-то чем угостить? Ты, небось, и не сгрызешь мое угощение? А ну-ка, дитятка, дай сюда свою краюху. Дурень подал ему краюху. Старичок взял ее в руки, осмотрел, пощупал и говорит. Не такая уж черствая твоя краюха. И отдал ее дурню. Взял дурень краюху. Глазам не верит. Превратилась она в мягкий да белый каравай. Как поели они, старик говорит. Ну, теперь станем паруса прилаживать. И достал из-за пазухи кусок холста. Старичок показывает, дурень старается, на совесть все делает. И паруса готовы, прилажены. Говорит старичок. Садись теперь в свой корабль и лети, куда тебе надо. Да смотри, помни мой наказ. По пути сажай в свой корабль всякого встречного. Тут они распрощались. Старичок своей дорогой пошел. А дурень на летучий корабль сел, паруса расправил. Надулись паруса. Взмыл корабль в небо. Полетел быстрее сокола. Летит чуть пониже облаков ходячих. Чуть повыше лесов стоячих. Летел, летел дурень и видит. Лежит на дороге человек. Ухом к сырой земле припал. Спустился дурень и говорит. Здорово, дядюшка. Здорово, молодец. Что ты, дядюшка, делаешь? Слушаю я, что на том конце земли делается. А что ж там делается, дядюшка? Поют, заливаются там пташки голосистые. Одна другой лучше. Экай ты, какой слухменный. Садись ко мне на корабль, полетим вместе. Слухала, не стал отговариваться. Сел на корабль и полетели они дальше. Летели, летели. Видят, идет по дороге человек. Идет на одной ноге, А другая нога к уху привязана. Здорово, дядюшка. Здорово, молодец. Что ты на одной ноге скачешь? Да если я другую ногу отвяжу, Так я за три шага весь свет перешагну. Вот ты какой быстрый, садись к нам. Скороход отказываться не стал. Забрался на корабль, И полетели они дальше. Мало ли, много ли пролетели, глядь, Стоит человек с ружьем, Целится. А во что целится, неведомо. Здорово, дядюшка. В кого это ты целишься? Ни зверя, ни птицы кругом не видно. Эки вы, да я и не стану близко стрелять. Целюсь я в тетерку, Что сидит на дереве, Верст за тысячу отсюда. Вот такая стрельба по мне. Садись к нам, полетели вместе. Сел и стреляла, И полетели они дальше. Летели они, летели, и видят. Идет человек, Несет за спиной Большущий мешок хлеба. Здорово, дядюшка. Куда идешь? Иду добывать хлеба себе на обед. На что тебе еще хлеб? У тебя и так полон мешок. Что тут? Этот хлеб мне в рот положить да проглотить. А чтобы досы-то наесться, Мне надо б на сто раз постолько. Ишь ты какой! Садись к нам в корабль, Полетим вместе. Сел и объедала на корабль, Полетели они дальше. Над лесами летят, Над полями летят, Над реками летят, Над селами да деревнями летят. Глядь! Ходит человек возле большого озера, Головой качает. Здорово, дядюшка. Что это ты ищешь? Пить хочется. Вот и ищу, где б напиться. Да перед тобой же целое озеро. Пей в свое удовольствие. До этой воды мне всего на глоточек. Подивился дурень. Подивились его товарищи и говорят, Ну, не горюй, Найдется и для тебя вода. Садись с нами на корабль, Полетим далеко, Будет для тебя много воды. А пивало сел в корабль, И полетели они дальше. Сколько летели, неведомо, Только видят, Идет человек в лес, А за плечами у него Бизанка хвороста. Здорово, дядюшка. Скажи ты нам, Зачем ты в лес хворост тащишь? А это не простой хворост. Коли разбросать его, Тотчас целое войско появится. Садись, дядюшка, с нами. И этот сел к ним. Полетели они дальше. Летели, летели, Глядь, идет старик, Несет куль соломы. Здорово, дедушка, Седая головушка. Куда это ты солому несешь? В село. А разве в селе мало соломы? Соломы много, А такой нету. Какая же она у тебя? А вот какая. Стоит мне разбросать ее В жаркое лето, И станет в раз холодно, Снег выпадет, Мороз затрещит. Коли, так, дедушка, Правда твоя. В селе такой соломы не найдешь. Садись с нами. Холодилов забрался Со своим кулем в корабль, И полетели они дальше. Летели, летели, И прилетели к царскому двору. Царь в ту пору За обедом сидел. Увидел он летучий корабль И послал своих слуг. Ступайте, спросите, Кто на том корабле прилетел? Какие заморские царевичи И королевича? Слуги подбежали и видят. Сидят на корабле Простые мужики. Не стали царские слуги И спрашивать у них, Кто таковы и откуда прилетели. Воротились и доложили царю. Так и так. Нет на корабле ни одного цесаревича, Нет ни одного королевича. Чёрная кость. Мужики простые. Что прикажешь с ними делать? За простого мужика Нам дочку выдавать зазорно, Думает царь. Надо б на таких женихов Избавиться. Спросил он у своих придворных, Князей да бояр. Что нам теперь делать? Как быть? Они присоветовали. Надо жениху задавать Трудные задачи, А вось он их не разгадает. Тогда мы ему от ворот Повороты покажем. Обрадовался царь. Сейчас же послал слуг Дурню с таким приказом. Пусть жених достанет нам, Пока наш царский обед Не кончится, Живой и мёртвой воды. Задумался Дурень. Что ж я теперь делать буду? Да я и за год, А может, за весь век Не найду такой воды. А я на что? Говорит Скороход. Мигом за тебя справлюсь. Отвязал он ногу от уха И побежал за три девять земель В тридесятое царство. Набрал два кувшина воды, Живой и мёртвой, А сам думает. Времени впереди много осталось, Дай-ка малость посижу, Успею к сроку возвратиться. Присел под густым дубом, Да и задремал. Царский обед к концу подходит, А скорохода нет как нет. Загоревали все на летучем корабле, Не знают, что и делать. А слухала при них ухом, К сырой земле прислушался и говорит, Экой сонливый да дремливый, Спит под деревом, Храпит вовсю. Вот я его сейчас разбужу, Говорит, стреляла. Схватил он свое ружье, Прицелился и выстрелил в дуб, Под которым спал скороход. Посыпались дубы желуди, Прямо на голову скороходу проснулся тот. Батюшки, да я никак заснул. Вскочил он в ту же минуту, Принес кувшины с водой. Получайте! Встал царь из-за стола, Глянул на кувшины и говорит, А может, эта вода не настоящая? Поймали петуха, Оторвали ему голову И спрыснули мертвой водой. Голова вмиг приросла. Спрыснули живой водой, Петух на ноги вскочил, Крыльями захлопал, Ку-кри-ку! Закричал. Досадно стало царю. Ну, говорит он дурню, Эту мою задачу ты выполнил. Задам теперь другую. Коли ты такой ловкий, Съешь со своими сватами За один присест Двенадцать быков жареных, Да столько хлебов, Сколько в сорока печах испечено. Попечалился дурень, Говорит товарищем, Да я и одного хлеба за день не съем. А я на что? Говорит объедала. Я и с быками, и с хлебами Один управлюсь, Еще мало будет. Белел дурень сказать царю, Тащите быков и хлебы, Будем есть. Привезли двенадцать быков жареных, Да столько хлебов, Сколько в сорока печах испечено. Объедала давай быков поедать, Одного за другим, Одного за другим, А хлебы в рот так и мечет, Каравай за караваем. Все возы опустили. Давайте еще, Кричит объедала, Мало припасли, Я только во вкус вошел. А у царя больше Ни быков, Ни хлебов. Теперь новый вам приказ, Говорит царь, Чтоб выпито было за раз Сорок бочек пива, Каждая бочка по сорок ведер. Да я и одного ведра не выпью, Говорит дурень. Эка печаль, Отвечает опевала, Да я один все у них пиво выпью, Еще мало будет. Прикатили сорок бочек сороковок, Стали черпать пиво ведрами, Да подавать опевали, Он как глотнет, Ведро пусто. Что это мы ведрами Мне приносите? Мы целый день проконетелимся. Поднял он бочку, Да и порожнил ее за раз Без воздуху. Поднял другую бочку, И та пустая откатилась, Так все сорок бочек осушил. Нет ли еще певца? Спрашивает. Не в волю я напился, Не промочил горло. Видит царь, Ничем дурне нельзя взять, Решил погубить его хитростью. Ладно, Выдам я за тебя свою дочку, Готовься к венцу, Только перед свадьбой Сходи в баню, Вымойся, Выпарься хорошенько. И приказал топить баню. А баня-то была Вся чугунная. Трое суток баню топили, Раскалили до красна, Огнем, шаром от нее пышет, За пять сажений не подойти. Как буду мыться, Говорит дурень, Сгорю заживо. Не печалься, Отвечает холодила, Я с тобой пойду. Побежал он к царю, Спрашивает. Не дозволите ли мне С женихом в баню сходить? Я ему соломки подстилю, Чтоб он пятки не испачкал. А царю что? Он дозволил, Что один сгорит, Что оба, ха-ха-ха. Привели дурни с холодилой в баню, Заперли там. И холодила вмиг, Разбросав в бане солому. Стало холодно, Стены инием подернулись, В чугунах вода замерзла. Сколько-то времени прошло, Отворили слуги дверь, Смотрят, А дурень жив-доров, И старичок тоже. Эх вы! Говорит дурень, Да в вашей бане Не париться, А разве на салазках кататься? Побежали слуги к царю, Доложили, Так, мол, и так. Заметался царь, Не знает, что ей делать, Как от дурни-то избавиться. Думал, думал, И приказал ему, Выстави поутру Перед моим дворцом Целый полк солдат. Выставишь, Выдам за тебя дочку, Не выставишь, Вон прогоню. А у самого на уме, Откуда простому мужику Войско достать? Уж этого он выполнить не сможет, Тут-то мы его и выгоним в шею. Услышал дурень царских приказ, Говорит сватом, Выручали вы меня, Братцы, из беды, Ни раз и ни два, А теперь-то что делать будем? Эх ты, Нашел, о чем печалиться, Говорит старичок с хоростом, Да я хоть семь полков С генералами выставлю, Вступай к царю, Скажи, Будет им войско. Пришел дурень к царю, Выполню, Говорит твой приказ, Только в последний раз, А если отговариваться будешь, На себя пеняй. Рано поутру Старик с хоростом Кликнул дурня И вышел в поле, Раскидал вязанку, И появилось Несметное войско, И пешее, И конное, И с пушками, Трубачи в трубы трубят, Барабанчики в барабаны бьют, Генералы команды подают, Кони в землю Копытами бьют. Дурень впереди стал, К царскому двору Войско повел, Остановился перед дворцом, Приказал громче В трубы трубить, Сильнее в барабаны бить. Услышал царь, Выглянул в окошко, От испугу белее полотна стал. Приказал он воеводам Своё войско выводить, На дурню войной идти. Вывели воевода царское войско, Стали в дурню стрелять, Да палить, А дурни вы солдаты Стеной идут, Царское войско мнут, Как траву. Напугались воеводы, И побежали вспять, А за ними вслед, И всё царское войско. Вылез царь из дворца, На коленках перед дурнем Ползает, Просит дорогие подарки принять, Да с царевной скорее венчаться. Говорит дурень царю, Теперь ты нам не указчик, У нас свой разум есть. Прогнал он царя прочь, И не велел никогда В то царство возвращаться. А сам на царевне женился. Царевна, девка молодая да добрая, На ней никакой вины нет. И стал он в том царстве жить, И всякие хорошие дела вершить.